Давайте перейдем к энергетике, потому что... Ты подведи, просто в большом городе человек питается и живет в своей квартире, у него есть какой-то круг вещей, которых он может... Которые он может использовать или не использовать, или использовать альтернативно. Например, он может, живя в загородном доме, некоторые даже проживая в больших городах, на крыше пытаются ставить фотоэлементы, рядом с домами эти витрины и мельницы. Насколько, Егор, скажи нам, пожалуйста, ты занимался энергией? Какие еще, может быть, есть источники? Насколько это вообще нужно делать? Дорого, недорого, возможно, невозможно. Когда мы говорим о возобновляемой энергии, есть крупные станции, есть большие электростанции, тепловые станции большие на возобновляемых источниках энергии. Есть местная генерация. Вот тебя волнует вопрос местной генерации распределенной. Тут, чтобы она развилась, надо либо иметь целиком автономное поселение, когда у тебя именно твоя деревня, твой дом, и ты свою энергию целиком получаешь от солнца, ветра, геотермальные источники, дрова, вот это. Либо тебе нужно иметь очень хорошо развитую и умную сеть энергетическую, в которую ты можешь, производя энергию, ее, грубо говоря, продавать, сдавать, делиться с другими, потом оттуда брать обратно. У нас это возможно? Все возможно. Вопрос, опять же, политического желания. В России так делала. Да, и денег. В России, за то, что есть газ и нефть, это неаконно, да? Базы в России для использования возобновляемых источников энергии нету. У меня есть пример. Для присоединения мелких производителей к сетям нету. То есть вся наша государственная машина направлена на отчуждение мелких производителей от энергетики. Советский план ГНРУ был основан на малый вес. Когда наша страна электрифицировалась, она электрифицировалась за счет малых гидроэлектростанций. Вот, дальше стало хуже, да, дальше мы стали уже строить большие электростанции, вот, и ушли в уголь. Слушай, ну сейчас вот там, живя на даче или в городе, нельзя купить себе фото, пластину и полностью... Можно, на самом деле, это как бы экономически невыгодно в нашей полосе, да? Имеет смысл, опять же, лучше утепляться, да? Ставить более экономичные приборы в доме. И, конечно, можно использовать, скажем, отопление и горячую воду солнечную, поскольку это достаточно дешево даже в нашей средней полосе. И когда у тебя есть прямая солнечная радиация, то есть, как бы, солнышко светило, 50-70 процентов... Насколько вот эти обновляемые способы получения энергии экологичны? Потому что, допустим, есть там обсуждение, что ветвые ветряные мельницы создают какой-то огромный шум, который тоже влияет... Да, и поэтому Болды хорошо сказал Женя Узов из Гринпис. Если, говорит, то китайцы встанут в ряд, то и ветер тоже изменится. Роза ветров поменяется. Да, на самом деле, во-первых, у нас очень много источников, во-вторых, есть очень много технологий, да? Там, в солнечной энергетике, например, там есть, грубо говоря, три направления, которые еще делятся, еще делятся, вот. В том же ветре тоже достаточно много технологий, поэтому можно сказать, что безвредного нет ничего. И все, что выходит на большие масштабы, да, чем больше масштаб, тем больше времени. Это обрушило всю мировую промышленность солнечную. Мафия держит ветреную энергетику. То есть это настолько выгодно, что это одна из направлений движенности мафии. Если вот уже к практической части подойти, вот, на самом деле, наша цель была еще для обычного человека, который живет в городе, как ему вот с этим всем жить. Кроме того, чтобы выключать свет, вот, есть возможность использовать лампочки. Сберегательные, да, энергосберегающие. Пересветучие? Да, но... Не спрашивайте меня про лампочки. Не спрашивайте. Ну, это же интересно, сейчас все вот за городом наставят себе... Я два года давал интервью про лампочки. Ну, подожди, я это увидела, поэтому и спрашивала. Так все наставят этих лампочек, насколько мне известно, они внутри с ртутью, и в России неизвестно, есть ли какая-то утилизация этих лампочек. Насколько это вредно? Проблема лампочек, на самом деле, в том, что, когда ты выкрутил умершую энергосберегающую лампу, нужно отвезти в специальный пункт. Выбрасывать ее нельзя, это ртуть, которая в ней впитывается в землю, отравляет там по какому-то радиусу все вокруг. Возить, если в лес, то же самое. А теперь горькую правду. То, что Оля называет энергосберегающей лампочкой, и вы тоже, это не энергосберегающая лампочка. Это люминесцентная лампочка. С ртутью. Люминесцентная лампочка потребляет действительно меньше энергии, чем лампочка накаливания. Но есть лампочки светодиодные, которые потребляют еще меньше, чем люминесцентные лампочки, которые реально на данный момент развития технологий являются энергоэффективными. Поэтому не надо говорить, что люминесцентные лампочки – это энергоэффективные лампочки. Замайте вопрос. Я вижу, там Аня уже микрофон звал. У меня вопрос. Меня зовут Анна, я из Литвы, живу, работаю в Москве. У меня вопрос. Как Вы считаете, можно ли привить вот это ответственное… Очень приятно. Это ум литовского художника. Мы изучаем искусство литовского. Очень приятно. Можно ли привить это ответственное потребление? Потому что, например, Европа могу сказать, что даже в подсоветских странах это не было привито. То есть такое же было потребление, как и в России. Но увеличив цены, например, на воду, свет, люди стали экономить. Как можно привить экономию в России? Чтобы мы выключали пилот на ночь, выключали свет в туалете. Чтобы мы не покупали полиэтиленовые пакеты, идя в магазин, а носили с собой тряпочные или бумажные, как это делают в Европе. Как Вы считаете? Стоит ли вот? Смотрите, в общем, экономическое стимулирование экологического потребления – один из самых действенных методов. Безусловно, вселить в большое количество людей альтруистические порывы невозможно. Это вообще, говоря, нормально. Человек, ну, в массе своей люди никогда не будут не думать о себе, потому что их окружающая среда вообще заставляет думать о себе. Политические меры, направленные на развитие разумного эгоизма, разумного рационального эгоизма, который распространяется на локальные сообщества. Я буду делать другим хорошо, чтобы мне было хорошо. Ну, это вообще нормальная социальная деятельность, которая в разных странах, в том числе и в России, я думаю, будет развиваться больше. Когда Чубась был председателем РАВЕС, они все начинали, все свои выступления заканчивали тем, что надо поднять тарифы на электроэнергию. И на самом деле это очень правильно. Погоди. В Европе как раз-таки есть рынок электроэнергии, который работает. И если у нас были бы мировые цены на газ, электроэнергию, то наша экономика бы не проигрывала другим экономикам. Нашим производством, вот Алексей Иванович за счет производства, им бы пришлось экономить энергию, нашим жителям тоже пришлось бы экономить энергию. И тогда бы вся система была бы пандернизирована и работала эффективно. Почему у нас не строятся новые электростанции в стране? Почему у нас износы основных мощностей 70% больше? Потому что как раз-таки государство регулирует тарифы. Сейчас накаркаем, везде цены по улице, а вы не сидите. Потому что все-таки мы здесь с вами сидим, разговариваем, разговариваем. А нас так мало с вами, если честно. Надо как-то привлекать побольше народу. И в общем, вступайте в комсомол, ребята. Здравствуйте, меня зовут Олег. Я из города Норильска. Норильскому никелю. Как приятно. Да, да, да. Очень знаком с организацией Норильский никель. Просто хочу сказать пример из жизни. Страшный пример, к сожалению. Я там вырос, 17 лет прожил. Приехал сюда. И сегодня, в наше время, я сейчас узнаю, что официально какими-то организациями признано, что Норильский никель – это зона экологического бедствия. И что средняя продолжительность жизни на 10 лет меньше. Это еще в 80-х годах было. А, ну да. И сейчас, наверное, еще страшнее. Но я хочу сказать, что все население Норильска, 99% этого населения ничего об этом не знает. Я не скажу, наверное, ничего нового. Хочу просто поддержать, наверное, Олега о том, что нужно начинать с себя. И я просто хотела отметить, что я в последнее время все чаще и чаще замечаю, что у людей, которые делают осознанный выбор относительно всего, их все больше. Либо просто мне так везет, и я общаюсь с такими людьми. Но их реально очень много. И очень хочется верить, что их будет еще больше. Катя, а тебе есть что-нибудь сказать? И Екатерина Лебедева, постоянный член видеоклуба. Мне, наверное, хочется сказать, что сейчас очень важный момент для обсуждаемой темы. Потому что сейчас очень модно стало быть осознанным. Те, кто реально осознанны, они как только появится возможность куда-то отвезти свои пластиковые бутылки, они их отвезут. А давайте возьмем тех, кто еще не готов, и тоже себе подманим. Мне кажется, это перспективно, и сейчас это должно развиваться. У Грин-Контроля такая задача. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.